Знаете, меня очень огорчает, что продукт, который достанет того, чтобы на него обратили внимание, просто остается в тени. Как последний кусочек торта, лежащий в холодильнике уже несколько дней, к которому никто не хочет прикасаться. А оказывается, что в нем выработались микробы Каадзимы и звучащие 2D-молекулы, которые способны отпирать тебя в 2D-мир где-то на автомате становится Каадзимой. Но с Violet не так. Это сладкий тортик. В принципе, в Violet Evangarden много кто заметил, но и много кто пришел стороной. Что? Мы любим выпить? Да это шедевр. Но все же зря вы недооценивали Виолетку, потому что за красивой картинкой прячутся душевные истории, после которых можно пустить скупую морскую слезу. А второстепенные персонажи хорошо проработаны, и им сопереживаешь. Сам мир же это альтернативная Европа начала 20-го века, где механические протезы полноценно могут заменить недостающие конечности. Главная же героиня заслуживает отдельного внимания. Это вишенка сериала. Вы только посмотрите на эту одежду, на это лицо. Как легко она разносит обученных солдат. Нет, я серьезно. Это уже перебор делать бой и бабу в каждом втором аниме. Даже если это генномодифицированный человек. На самом деле, весь сериал это развитие главной героини. От оружия, которое могло только выполнять приказы, до, собственно говоря, человека. По знанию ее ошибок, достойна ли она жить после того, что творила, и как ей жить дальше. По сюжету, после войны она решается обеих рук. И майора, который пропал без вести. Ее берет под опеку семья Эвенгарден, из-за того, что ей только 14... Хм, ну ладно. В семье она долго не задерживается. У меня не было семьи. И новая семья мне не нужна. Ее забирает к себе друг майора. По совместительству бывший офицер. По совместительству рыжий. Он открывает завод по производству книг Дарьи Донцовой. А нет, стоп, ошибочка. Фирму автозапоминающих кукол. Работа куклы. Быть копирайтером. А именно, писать письма для людей, которые не могут правильно выразить свои эмоции на бумаге. Или для тех, кто не способен написать. Началось все с профессора, который когда-то сделал пишущую куклу для своей слепой жены. Чтобы она могла продолжать писать романы после утраты зрения. Так, впоследствии и появилась профессия куклы. Каждая серия это новая история. Так что затянутым сериал не назовешь. Да и в принципе, весь сериал очень хорошо играет на эмоциях. Из-за отличного музыкального сопровождения и радующий глаз рисовки. Так что советую к просмотру. И на этом все. Да, анима немного бабская. Ну и что? Ведь в каждом здоровом мужчине живет маленькая девочка. Да и не ври мне, что ты не плакал на Титаники, Хатико, Зеленой Миле или банально на Наресте Лука. Так что не надо мне здесь. Лучше подписывайся на канал, ставь лайк и до следующего видоса. Субтитры сделал DimaTorzok